Всем привет! Мы на 86 уроке по AWS. На этом уроке я вам расскажу и покажу как использовать AWS Transit Gateway в одном AWS аккаунте. На следующем уроке я покажу, как это делать, если у вас несколько AWS аккаунтов. Так, AWS Transit Gateway это, в принципе, заменение или замена или альтернатива VPC Peering. Допустим, представьте, у нас три сети в VPC. Вам нужно все их соединить, чтобы можно было говорить с одной VPC и с другой, со всеми. То есть, вы, в принципе, использовали VPC Peering. То есть, делалось три пиринга. Окей, это все просто. Когда у нас сетей чуть побольше, допустим, у нас четыре сети, и нужно тоже пиринг сделать. То есть, соединить их все, чтобы можно было, допустим, с сети мусат говорить с сетью КГБ, и также с мусат говорить с ФСБ. И, в общем, короче, со всеми, все, все друг друга могут говорить. То нужно пиринг. Если мы используем пиринг в сервис, то нужно делать вот так вот, видите, много пирингов, целая куча. А теперь представьте, если у вас еще больше сетей. Кстати, вот это SSIS, я вот сегодня посмотрел вообще, как называется. Знаете, что это такое? Это канадская, короче, Intelligent Services. Что-то, мне кажется, надо переименовать, а то ISIS прям почти. Короче, если вы используете VPC Peering здесь, то и вам нужно соединить все сети, чтобы все могут говорить со всеми. В общем, получится примерно что-то вот такое. Вот так вот. Много. Правильно, много. Для этого можно использовать и Transit Gateway. Transit Gateway все это заменит, и все станет очень просто. Transit Gateway это сервис, который позволяет соединять сети, и все они могут общаться друг с другом без проблем. Не только сети, кстати, VP и N может соединять, тоже они смогут все друг с другом общаться. В общем, смотрите, это как хаб такой сетевой. Как это, смотрите, сейчас эта же картинка, только с Transit Gateway. Те же самые шесть сетей мы создадим Transit Gateway сервис, только просто сделаем, как говорится, Create Transit Gateway и начнем приотачивать наши сети к этому Transit Gateway. Просто приотачиваем, как бы. И Transit Gateway, что он, в принципе, делает, как будто сетевую карту ставит в это в сети свою, в одной из сабнет. И все. После этого нужно будет только прописать в сети, это как в раундтейбл и каждой из сети, куда направлять трафик, если он хочет пойти на определенные такие сайдер-блоки. И все это идет сюда. То есть все идет сюда, отсюда уже все будет расходиться, куда нужно. Transit Gateway будет все. Это намного проще. То есть если у вас много-много сетей, еще добавляется. Вы просто новую сеть приотачиваете к этому же Transit Gateway и одному и тому же. И все, и все сети могут общаться. Все культурно. Вот такие дела. Дайте я покажу вам еще несколько примеров. Это амазоновские примеры. То есть вот видите, как они делают, что три сети, все одни соединены, через Transit Gateway. И также у них есть Customer Gateway, как VPN. И он тоже подключает сюда. И то есть все эти сети, у всех них будет доступ через Customer Gateway. То через VPN будет такой shared на всех доступ. Тем более, вот как пример, второй классный. Дорисовал это я. Представьте, эти три сети, у них нет доступа в интернет. Они все private полностью. И мы делаем один, одну сеть shared vpc, который будет shared service. И у него есть доступ в интернет. То есть, получается, все эти выходят в интернет через другую сеть. Все это через Transit Gateway. Вот так вот можно тоже это сделать. И еще, если вы хотите сделать пиринг, можно сделать висеть пиринг, можно сделать cross-region. То есть абсолютно в любом регионе, в любом аккаунте вообще. В Transit Gateway его можно делать тоже cross-region. Только для этого нужно будет создавать другую. В каждом регионе нужно создать свой Transit Gateway и просто соединять эти Transit Gateway. То есть приотачивать один Transit Gateway пиринг, типа между ними делать. Называет это дело. Вот так вот. То есть, допустим, у вас в каком-то регионе, вот видите, допустим, здесь, например, US West 2. У вас VPN стоит, да, там, и Transit Gateway приотачивали. В другом у вас куча сетей и приотачивали просто соединяете их все вместе, и все эти дружины, друзья могут хорошо говорить. Вот так вот просто. Ну, пример, который я вам покажу, это вот у нас один аккаунт. В одном регионе у нас будет три сети, и мы не будем пиринг делать. Мы сделаем Transit Gateway и просто приотачиваем все эти сети. И сможем, у нас будет здесь сервер, здесь сервер, здесь один сервер. Сделан, строим все это дело, короче. Ну, в сети у меня уже есть, и сервера бегут. И в каждой из сети мы сделаем Transit Gateway, приотделаем эти attachments и пропишем Roundtable, чтобы они могли друг другом все говорить. И попробуем пинге посылать с одного сервера в другую, уверим, что все работает. Ладно, поехали посмотрим, как все это делается. Вот, я в регионе, короче, у меня на этом аккаунте есть три сети я сделал. У них Cider-блоки должны быть разные, если вы хотите соединять, чтобы они друг другом говорили. Они разные, абсолютно разные. Это как в VPC. В каждой VPC я сделал одну subnet, короче, всего лишь. И у меня сервера бегут. Просто есть эту инстансы. В каждом из... это как в каждой институции бежит в своей сети. Вот видите, разные сети. Все чудненько. Из сети Roundtable. Давайте я вам покажу сразу, как у нас сети выглядят. В общем, у меня subnet и есть для каждой вот subnet 1, 2, 3. Subnet в каждой из сетей. И Roundtable. Вот они, Roundtable для каждой. В принципе, Round простой, только все в Internet Gateway. Ну, трафик в интернет. У каждого есть доступ в интернет, в принципе. У каждого из этих серверов. Все чудненько-причудненько. Поехали соединять эти все сети через Transit Gateway. Мы находимся на консуль VPC. Здесь же на этом консуль VPC. Вот видите, Transit Gateway. Есть четыре вещи. Transit Gateway, Transit Gateway Attachment, Transit Gateway Route Tables. Мы использовать будем вот эти три. Network Manager нам не нужен. В общем, идем. Первое, что Transit Gateway нужно создать. В любом... ну-ка, мы, короче, создаем Transit Gateway на том же регионе, где и наши сети. Create Transit Gateway. Назовем его MainTGV. Главный наш будет. Он всех объедини. И все, Enable by default делаем. Абсолютно все, Enable by default. Здесь тоже можно Enable. Или можно нет. Короче, в принципе, все равно. Мы сейчас не будем никаких Shared Account делать. Ну, можно на будущее, как бы, хотя сделать. В общем, сделать Enable все по умолчанию, как говорится. Да, типа, все, все, все Enable. И все. Create Transit Gateway. Все, видите, просто. То есть, как бы, особо никаких настроек. Только имя мы ему дали. Это таговское имя. Нужно еще один тагов понадоблять. И все. И все. Ждем. Ждем, пока это будет Available статус. То после этого мы можем продолжить. Начать, в принципе, приотачивать. На самом деле, все просто. Реально. Я когда услышал про Transit Gateway, когда такие... Кажется, такое, такое, что такое сложное. Блин, такое все. Ну, на самом деле, как бы, там есть что-то сложное. Ну, когда попробовал это использовать, и оно все работает. Так вообще, очень сделано интуитивно, очень хорошо. И я считаю, что молодцы. Это было насчет этого дела. Есть сервисы, которые вообще очень хорошо сделаны. Вот это один из них. Сделано очень хорошо. Как и vpc-piring тоже, кстати. Очень понятно, интуитивно. Все очень окей. Нужно подавать, пока это сделается статус Available. И все. О, готово. Available. Все. И создался, короче, Transit Gateway. И ничего, в принципе, создался. То есть такая штука, в которой мы сейчас будем коннектить наши vpc. Опять же говорю, vpc это region, то есть региональный ресурс. То есть с этого региона, с региона мы можем спокойно сейчас оттачить наши vpc. И все. Поехали. И Transit Gateway. Кстати, смотрите, что создал. Transit Gateway Route Table тоже он создал. Видите? Association никаких нету. Propagation нету. И раутов тоже ничего-то нету. Пусто. То есть он создал пустую эту, как ее, Route Table для себя. Молодец. Поехали. Transit Gateway Attachment. И здесь мы начинаем оттачить. Create Attachment. Какому Transit Gateway? У нас может быть много. У нас есть только один. Выбираем этот. Какой этот attachment type? Что вы оттачите? То есть мы оттачим vpc. Можно оттачить vpn. И вам нужно будет этот, как его, Customer Gateway выбрать. У меня нету этих Customer Gateway, у меня нет vpn. Peering Connection. Это Peering Connection с Transit Gateway. Вот видите, можно в каком регионе, можно в другом регионе. И сразу это сделать их в другом аккаунте. То есть круто. И Transit Gateway ID его нужно будет выбрать. В принципе, как пиринг делается точно так же, как вы и здесь все просто. Ну, мы оттачим vpc. Vpc, видите, здесь нет выбора, с какого региона. То есть здесь только с этого региона будет. Как мы назовем? Давайте, у нас там три vpc будет. Это main one touch. Назовем так. Красиво. DNS support. Да. А этот IPvish support надо? Да, можно и не надо. Короче, и какой vpc мы выбираем? У нас будет main 1. В общем, выбираем, в какую subnet мы хотим приотачить наш Transit Gateway. Ну, у меня только один всего лишь. Может, два выбрать. При этом эти subnet должны быть в разных availability zones. 1 subnet per availability zone. Вот что нужно было сделать. Короче, create attachment и, в принципе, можно сказать все. Он сейчас делает attachment pending. Подождем, когда это будет available. И, в принципе, как все заработало, да. Ну, еще не все заработало. Последний момент, который нам нужно будет сделать, это в route table нашего subnet, vpc нашего, направлять трафик, куда мы хотим направлять трафик. Ну, сначала давайте сделаем все эти, как его, все attachment, наверное, просто. И все, давайте следующий. Сделаем сразу следующий. Это к этому же Transit Gateway, vpc. Назовем его attach main 2. И выбираем main 2. Такую-то эту, как его, вот. Сам это у меня там такое есть, create attachment. Блин, вот некрасиво я это сделал. Вот, переименую красиво. Main 2, attache, чтобы было красиво. Вот так. И третий сразу, давайте. О, этот уже available pending. Давайте сразу делаем этот. К этому Transit Gateway, вытачиваем vpc. Называться она будет... Ну, это какой-то, это attache, как называется. Вот так вот. И мы приотачиваем третий. И вот в третьем там у меня в такой availability zone есть этот, как его. И сам, вот. Все. Мы приотачили три наших сети. То есть, можно сказать, у нас сейчас нашего Transit Gateway есть кабеля туда. Кабеля есть только туда. То есть, только в одном направлении, в vpc. Что нам теперь нужно сделать? Можно сказать, протянуть кабеля в обратную сторону. Ну, или как бы стрелочки, чтобы теперь указывали с vpc в Transit Gateway. А вот Transit Gateway уже будет шарить все это дело. Вот они все available. Супер. Теперь нужно прописать только, как я уже сказал, эти как в рауты. Вот они мои vpc. Это их не insider блоки, которые мы понаделали. И как бы нам пригодится так со стороны. Это private IP адреса моих серверов, которые бегут в каждой из сетей. Private. Идем в сюда, в route tables. И нам теперь нужно прописать в каждой из route table добавить рауты. Рауты, как бы, то есть, нужно сайдер блоки знать. Если общий сайдер блок, то просто один сайдер блок. Весь отправляется туда. Ну, мы давайте пропишем по одному. Сейчас я нахожусь. Секунду, в каком раут, как вон, в первой сети. Делаем edit и добавляем, значит, два раута. Во вторую и в третью. Это сайдер блок второй сети. И куда, если трафик идет на вторую сеть, куда нам нужно направлять? Ну, в принципе, как в пилинг мы делали. Только здесь transit gateway и отправляем это сюда. Вообще вторую тоже сеть же надо же тоже добавить. Третью, в смысле, которая. Это сайдер блок третьей сети. Отправляется туда же на transit gateway. Все. То есть, все. В принципе, первая сеть теперь тоже направляет трафик. Знает, куда направлять. В принципе, теперь во второй добавим первую и третью сеть. Первая сеть у меня. Вот она. И все идет на transit gateway. И save не надо. Давайте сразу добавим это какого. Третью. Идет все на transit gateway. Если, допустим, у меня сайдер блоки были вообще абсолютно разные. Другие. Допустим, 192 168. То можно установиться за 168.0.0 slash 16. То есть, все, что с этими адресами идет туда. То есть, упростились бы. Вот видите, я добавляю по одной. И все. Первую мы сделали. Вторую мы тоже сделаете. Третью. Третью нужно добавить. Первую, вторую. Добавляем. Первая идет все на transit gateway. И вторая. Вторая все тоже идет на transit gateway. Save. И все. Мы все настроили. Поздравляю. Все готово. Все серьезно. Абсолютно все готово. То есть, все. Можно в принципе теперь запускать и логиниться и тестировать. Что мы сейчас и сделаем. Вот я на всех своих серверах. Первый, второй, третий. И все. Можно теперь. Это их не правит. Адреса, кстати. Вот на них мы сейчас и будем делать. Короче, давайте с первой сети сделаем пинг на третью. Адреса на 10, 50, 31, 49. И все работает. Также с третьей давайте сделаем во вторую. Допустим. С третьей мы делаем пинг. Во второй у меня это 10, 40, 194, 220. Чудно. А со второй мы давайте сделаем пинг на первую. Давайте. 10, 30, 35, 200. Все друг другом могут спокойно говорить. Вот видите, я сейчас сделал пинг со второй на первую. А теперь давайте сделаем со второй на третью. 10, 50, 31, 49. Конечно же, если вы вам, ну, это как вы, не забудьте, чтобы пинг вообще работал, да? Я надеюсь, вы знаете, что нужно сделать, да? Это в Security Group. Прописать, что ICMP открыт на все, допустим. Да, не забудьте это сделать. Если вы это не сделали, пинг, конечно, не будет работать. Типа Firewall rule открыть. И так на каждую абсолютно. Видите, на каждую мне этот открыт ICMP. Это, да, не забыть. А то ведь можно, как говорить, блин, оно не работает. Короче, видите, все работает. Пинги продолжаются во все друг другом, короче. И все, все друг другом могут спокойно общаться. Чудно можно прервать. Короче, вот и все. Вот и все. На следующем уроке мы сделаем немножко все сложнее. Мы к этому сетапу, который у нас сейчас есть, мы добавим две VPC, которые в других аккаунтах вообще находятся. Они находятся абсолютно в других аккаунтах. И посмотрим, как все это работает. Я думаю, что все будет работать очень и очень хорошо. Ладно, до встречи на следующем уроке. Всем пока.